Друзья, у меня зацвела голландская фрезия, я поспешила снять это видео для того, чтобы поделиться с вами этой красотой. Если бы можно было передать аромат, который она источает, я тоже это сделала бы, потому что пахнет она действительно невероятно. Я рада приветствовать всех на канале Влюбленное в путешествия, и как вы поняли, сегодня я буду говорить о голландском парке цветов, и не просто парке цветов, а королевском парке под названием Кейкинхов. Да, кстати, из всех растений, которые я привезла из Голландии, абсолютно все принялись и сегодня себя прекрасно чувствуют. Единственное, о чем я жалею, это тюльпаны. Я не привезла ни одной луковички из Голландии, и сегодня сокрушаюсь по этому поводу, потому что там продавались маленькие горшочные карликовые тюльпаны, которые, мне кажется, на моем подоконнике смотрелись бы просто обалденно. Я решила выйти из ситуации и посадила уличное растение в домашний горшок, но, наверное, из этого ничего не получится, ну, посмотрим. Из того, что радует глаза, привезенное из Амстердама, это кломпины, или кломпы, деревянные башмачки. Когда смотрю на них, все время вспоминаю мультфильм «Советский о силкончике», там маленькая девочка-служанка носила именно такие башмаки. Кстати, в парке Кейкинхофф есть огромные кломпы, в которые залазят туристы и фотографируются. Здорово, у меня тоже такая есть фотография. Вот, как попасть в парк цветов Кейкинхофф и сколько стоит билет, расскажу дальше. Море цветов, невероятные пейзажи, мельницы, свежий воздух, разнообразие невероятных сувениров и подарков. У вас закружилась голова? Вы в Голландии. Надеюсь, голова закружилась не от кофешопов. Итак, самый знаменитый в мире парк цветов Кейкинхофф является одним из самых популярных мест у туристов, посещающих Нидерланды. Парк расположен между Амстердамом и Гагой в городе Лиссе и открыт всего два месяца в году. Добраться до Кейкинхофф можно автобусными маршрутами. Из аэропорта Амстердама идет прямой автобус номер 858. Еще один замечательный способ попасть в волшебную страну цветов – это велосипед. Взять велосипед на прокат можно на железнодорожной станции Лейдена, примерно 15 километров от Кейкинхоффа. В окрестностях парка находятся красочные цветочные поля, леса и дюны. Все это можно посмотреть абсолютно бесплатно. Рядом со входом в парк находится бесплатная стоянка для велосипедов. Чувства, которые охватывают при входе в парк, трудно описать словами. Ощущение, что попадаешь в невероятную сказочную страну эльфов. Цветы всех возможных и невозможных цветов и размеров, но все-таки преимущественно тюльпан. Рассматривая буйство красок вокруг, довольно трудно остаться равнодушным при виде такого великолепия. Да, кстати, каждый год парк Кейкинхофф выбирает тему сезона. В 2013 году это была Великобритания, в 2014 были Нидерланды. А в 2015 году исполняется 125 лет со дня смерти великого голландского художника Винсента Ван Гога. Поэтому изюмингой парка Кейкинхофф в 2015 будет огромный портрет Ван Гога из цветов размером 250 квадратных метров. Парк открыт ежедневно с 20 марта до 20 мая, с 8 до 19.30. Стоимость билета взрослых 16 евро, детский 8 евро. Если хотите попасть в Кейкинхофф без очереди, это очень легко сделать онлайн, купив билеты на сайте. Когда же лучше ехать в Кейкинхофф? По моему личному убеждению, это середина апреля, плюс-минус 2 недели. Тогда вас 100% захлестнет буря эмоций от буйства красок в парке. К тому же в середине апреля не так часто идут дожди. Для визита в парк Кейкинхофф выбирайте будние дни, так как в выходные здесь очень много туристов. Я желаю вам приятного отдыха. Да, если есть время, обязательно загляните в Амстердаме Вондель Парк. Он представляет собой восхитительно красивый и ухоженный ландшафтный парк в английском стиле, идея которого заключается в том, чтобы посетитель ощущал себя на лоне природы. Кликните ссылку, чтобы перейти на видео. В этом парке успела побывать наша коллега Ольга Солодкая. Путешествуйте! От путешествия одна польза!